Здравствуйте! Книжка What a World, Unit 15 Это для чтения и закрепления английского языка How did the Red Cross start? Начался Красный Крест Before you read, answer the question What do you know about the Red Cross? What do you know about the sign of the Red Cross? Who does the Red Cross help? Что вы знаете о Красном Кресте? Что вы знаете про знак Красного Креста? Как Красный Крест помогает? How did the Red Cross start? Как основался Красный Крест? In 1959, a Swiss man named Henry Dunt went to Italy He was on business There was a war in the town of Salfordino Down saw the war and he was shocked There were thousands of wounded men Nobody was there to take care of them В 1859 году Швейцарский человек, названный Henry Dunt, поплыл в Италию Он плыл там по бизнесу Там была война в маленьком городе в городке Salfordino Дональд увидел войну Он был шокирован Там было тысячи раненых людей И никто не хотел им помочь Дональд просил людей в городке помочь раненым людям Дональд просил людей в городке помочь раненым людям Позже он написал книжку воспоминания Salfordino У него была хорошая идея помогать людям воинам Он хотел, чтобы каждая страна предоставила добровольцам Он хотел, чтобы добровольцы заботились о раненых людях войнах В 1863 В 1863 Дональд for other Swiss men started in the Red Cross a year later a year later a country signed a paper engineer with land Don't cry to the other countries you want to take the Red Cross big and bad all over the world В 1863 Дональд и четыре других швейцарских человека основали Красный Крест Год спустя 12 стран подписали документ в Женеве, Швейцария. Дюнант путешествовал в другие страны. Он хотел, чтобы Красный Крест стал больше и лучше по всему миру. By now, Дюнант was famous, but in his own business he had problems. His business had no money. Some people in Geneva were angry because they lost money, too. Дюнант resigned from the Red Cross. Now he had no money and no hope. He slept in the streets and had nothing to eat. For 20 years he lived on different streets in Switzerland. in 1890 a teacher found him in a Swiss village. The teacher told everybody that Dюнант was alive, but now he did care. К тому времени Дюнант был известен, но его непосредственно личный бизнес, которым он занимался перед Красным Крестом, имел проблемы. В его бизнесе не было денег. Некоторые люди в Швейцарии были очень злые, потому что они потеряли деньги тоже. Он от... откланялся от участия в Красном Кресте. Теперь он и не имел денег, не имел дома. Он спал на улицах, и у него не было ничего есть. Через 20 лет он жил... В течение 20 лет он жил в разных улицах Швейцарии. В 1890 году учитель нашел его в швейцарской деревушке. Учитель сказал всем, что Дюнант живой, но никого это не волновало. Дюнант очень тяжело заболел. Он попал в госпиталь для бедных в городке Хайден. Он там оставался в одной комнате на протяжении 18 лет. Это была комната 12. В 1895 году журналист его нашел и написал про его. Дюнант стал известным опять. Люди дали ему награды и деньги, но Дюнант принципиально остался в комнате 12. Дюнант был в 1910 году. Дюнант был в 1910 году. В 1910 году не было официальной похоронной ситуации. Он хотел, чтобы все было просто. Он дал свои деньги работникам госпиталя. Он также дал деньги на бесплатные места. В госпитале бесплатные места были для бедных, больных, людей Хайдена. Символом Красного Креста появляется Красный Крест на белом флагу. Это обратное от национального флага Швейцарии. Мусульманские страны имеют красный полумесяц. Полумесяц – это половина месяца. Сегодня свыше 170 стран являются либо членами Красного Креста, либо Красного полумесяца. Добровольцы помогают людям в разные способа. Все помнят Генри Дюнанта и его хорошую идею. Все вы знаете, сколько людей говорит по-английски и сколько стран его применяют. Чтобы быть на нужной волне, надо выучить английский. Единственная проблема – как учить? Учить надо со знающим человеком. Я знающий и толковый человек, потому что я на этих спикерах. Английский не родной. Если он не родной, то я могу вам все нюансы объяснить. Хочу сказать, что английский русскому проще выучить, чем русскому, допустим, английский. То есть наоборот. Русскому проще выучить английский, чем англичанину русский. Потому что в русском бывают падежи, допустим, собаки, собакой. Оно склоняется по родам. Это слишком по падежам. Это тяжело. То в английском что? Либо dog – собака, либо dog – с через апостра в принадлежной собаке. Русская грамматика, она дико закрученная. То есть смотрите, люди сдавали г, они получили 40-50 баллов. Это реальность. Мы действительно плохо пишем по-русски. А я хочу, чтобы вы хорошо владели английским. То есть предлагаю учиться по скайпу. По скайпу это значит дома. Вы можете сесть в удобное кресло, поставить чашечку кофе и заказать первый бесплатный демо-урок. Мы не в скайпе Smart Teacher 197. У меня не перечесть всех моих хороших качеств. Я знаю английский, предлагаю бесплатный демо-урок. И сверх того, сперва я работаю, потом вы платите. То есть три выгоды. А общий счет 3-0 в мою пользу, что стоит учиться у меня. А для сравнения, другой преподаватель не знает. Это он вам заливает, что он знает, но в реале он не знает, поверьте. А если вы поставите сдавать АГЭ, он его засыпет. А цена? Цена кусается, знаем, 500-1000 рублей. Другие репетиторы и третье. У репетитора начинается прорезание вируса хитрости. То есть начинает с деньгами брать вперед, нерегулярно, загулы. Я лично трезвый человек. У меня есть единственная цель в жизни. распространить английский язык. И я его распространю. Это я торжественно swear. А swear два значения. Первое – клясться, второе – лицензурно выражаться. Вы понимаете, что если я сказала swear to God, то, конечно, это клясться. I swear to God that you will learn English. Я обещаю, чтобы выучить английский, because I'm native speaker. Я носитель языка. Вам повезло. Вы нашли эту ссылку, и она вам поможет по жизни. То есть задайте в Янексе запрос, кто такой native speaker, и вы увидите. Это золотой человек. Этот золотой человек обитает по Skype, по Smart Teacher, 197. Добавляйтесь, вы не пожалеете. Всего наилучшего и goodbye. Субтитры сделал DimaTorzok